Поздравляю, Экзекутор! Твой успех позволяет нам надеяться на победу в борьбе против Сэрвов. Однако среди нас оказался предатель, в твоё отсутствие Джудикатора. Алдарис и целый легион выживших коллайцев начали восстание против нас. Видит Бог, это действительно плохие новости. Почему Алдарис это сделал? Он и его люди считают, что мы не должны были покидать Айур. Их предубеждения привели к тому, что высокий совет против нас. Теперь Алдарис и его призмешники собираются напасть на нашу цитадель. Я не могу поверить в это. Да ещё эти серги... Матриарх... Ты уверена в этом? Совершенно уверена, юный храмовник. Палач, я, как матриарх тёмных храмовников и хранитель этого мира, повелеваю тебе уничтожить предателя Алдариса и немедленно подавить мятеж. Нам хватает проблем с сергами. Здесь что-то не так. Матриарх всегда была очень мокра и нежна душой. Принять такое решение не очень-то похоже в мир. Всё может быть. А сейчас мы должны убить друг друга. Надеюсь, Аду простит нас. И вновь конец брифинга, дорогие друзья. Как уже было сказано выше, мы должны убить своего друга, который прошёл, в принципе, с нами довольно-таки многое. Но да ладно. Нам не привыкать. Поехали. Прими к светенью, палач. Наши силы раздроблены. Алдарис захватил контроль над нашими воинами, храмовниками и арбитрами. Возможно, он пошлёт против нас и архонов. Нет, друзья, архоны за нас. Если возникнут какие-то сложности, архоны выступят на стороне тёмных храмовников. И только они смогут нам помочь победить войска Алдариса. Ну что ж. Это довольно сложная миссия. Тем более, мы не знаем, кто из них действительно является Алдарисом. У нас есть три цели. И все три мы должны будем уничтожить. Ну что ж. А пока мы будем клепать. Пробок. Нам выдали тёмных архонтов. Замечательные существа. Просто великолепные, я бы сказал. Ну, собственно, давайте выведем их немножечко вот сюда. Очень красивые ребята. Контроль разума делают. Обратную связь. В дворот помещают. В дворот просто великолепен. В общем, архонты на самом деле очень крутые. Очень. Но. Так как раньше. Да и сейчас. Их надо было контролить. А контроль это далеко не лучшее. Что я умею делать. Мне приходилось нелегко. Мягко говоря. Поэтому. Я думаю, сейчас мне тоже придется не очень легко. Но мы как-нибудь переживем, дорогие друзья. Не впервой, как говорится. Не впервой нам с вами такими делами заниматься. Поэтому мы переживем. И все у нас будет с вами хорошо. Я бы даже сказал просто замечательно. Ну а пока. Накапливаем силы. Накапливаем пробок. Собственно, чем еще заниматься. Как говорится правильно. Заниматься больше нечем. Поэтому просто накапливаем пробок. Чем больше пробок. Тем лучше, чем нам. Тем больше минералов мы можем собрать. И тем быстрее они будут собираться. Но не забываем периодически подстраивать. Какие-нибудь пилончики, например. Которые дадут нам свои плюшки. Со временем на меня уже кто-то напал. Но мои друзья легко справиться с этим совсем. Не давайте разрушить, пожалуйста. Ах ты гад. Он все-таки разрушил ее. Кстати, цемплары почему-то ведут себя как-то непонятно. И на самом деле даже очень странно. Ну окей. Так, ты пойдешь добывать. А ты пойдешь-таки построишь мне здесь, во-первых, архивы. Спасибо. Во-вторых, пилон. И в-третьих, ты мне построишь здесь воздух. Да бы я проверил, какой именно воздух нам доступен. О, помимо, построишь как минимум одну пушку. Я думаю, с этим ты справишься, дорогой мой друг. Отлично. Ну и иди, собственно, добывай пока минералы. Ибо пока что ты мне больше не нуждаешься. В общем, я в себе, а не ты во мне. Ну, насколько я помню, здесь, по-моему, доступен не весь воздух. А может и весь. Сейчас проверим. Ну, если доступен весь воздух, то я выйду через крейсеры. Если их нет, то это проблема. Но не сильно большая. Поэтому, как только достроятся наши звездные врата, мы узнаем, через что я буду выходить. Где-то сейчас они примерно достраиваются. Отлично. И у нас нету, да? Нет, у нас такие есть. Значит, строим маяк флотилии. Значит, строим маяк флотилии. И ищем место, куда мы будем и как выходить. Ищем место, куда и как мы будем выходить. Так. Теперь возьмем пробочку. И прогуляемся по этим прекрасным просторам. Поглядим, так сказать, что нас ждет впереди. Ну, такие замечательные здесь вещи. Крутится вверх, это шарик голубой. Так. Угу. Там куча зелков, окей. Давайте поставим вот так. Что у нас ниже? У нас здесь минеральные поля плюс газ. Замечательно. Замечательно. Значит, что мы можем установить здесь. Доп-базу. Все не очень хорошо. Замечтожают у нас пушечки, конечно. Я жду. 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 Ставим здесь пилончик. Я вроде бы сказал, ставим здесь пилончик, нет? Или мне показалось? Хорошо, и идем на разведку в другую сторону. Давайте еще сюда заглянем. Убедимся, что здесь ничего нет. И сразу пройдем наверх. Здесь пока все добывается нормально, более-менее. Можем сразу отправлять их сюда. На добычу минералов впоследствии. Мне надо как-то защитить этот край. Я думаю, я сделаю пару разделков. Глянем, что у нас наверху. Здесь еще одни дополнительные минеральные поля. Еще одна дополнительная база. Отлично. Это значит, что сейчас мы займемся и ее установкой. Ближе, чем вот так я поместить не могу. Поэтому будем ставить здесь. Особенно учитывая, что нам понадобятся и минеральные поля. И газовые. У нас прибыл первый выносец. Который так или иначе сможет нас впоследствии защитить более-менее. Великолепно. Пока нам газ особо не нужен. Но тем не менее, пока он у нас есть. Думаю, с вами прокачивать немножечко воздух. Взяли бы, конечно, еще прокачать щиты. Но у нас пока не достаточно минералов. Также нам немножечко не хватает, по-моему, пилонов. Затем мы это сейчас возместим. В принципе, ладно, пока без пушки. Пока без пушки. Думаю, на нее сейчас заработаем как раз. Что можешь сделать ты? Потому что у нас поставить здесь экстрактор сразу же. И мы можем поставить вот сюда сразу. Пять рабочих. Отлично. Что касается рабочих, у нас все замечательно. Я вообще-то тебя вообще в другую сторону убрал. Пусть его они зарежут. А тебя мы убьем вот так. Ну ли, не убьем, окей. Ха-ха-ха. Ауч. Не очень хорошо. Получается. Только войска с энергией могут быть. Хорошо. А вот это вообще ни хрена не замечательно. А эта тварь напала прямо на наш дом. Еще я не врубаюсь, как он у нас видит. Ну окей, допустим, что так и должно быть. Берем, ставим пар пилонов. Что мне нужно. Это порой авианосцев. Ну и естественно, порой зелков еще. На которых меня подрезали чуть-чуть. И опять-таки производство пробок. Потому что мне их срезали. Ладно. Нагло, конечно, с их стороны. Так на меня нападать. Ну окей. Надо бы как-нибудь у нее щит взяли восстановить. Ну ладно. Опять-таки подождем. Пока что. Так. Что мне нужно? Мне нужен ты. Иди, пожалуйста, построй мне еще один воздух. За что я тебе, в принципе, скажу спасибо. Так. Здесь плюс еще пробки. Великолепно. На пробках экономить мы не будем, я думаю. Так, здесь тоже вышли пробки где-то, я так понимаю. Вот она, родимая, да. Действительно вышла. Теперь снизу вышли. Ну и так они будут периодически выходить туда. То тут. Замечательно. Великолепно пока что. Тихонько щиты восстанавливаются. Замечательно. Классно. Круто. Что нам надо? Хотя лучше добывай весь пен. Ты как раз станешь четвертым. Вот нас уже еще один авианосец. Даст нам возможность, как я уже сказал, защиты некоторой. Что не может не радовать. Так. По весь пену у нас небольшие проседания. Надо заказывать побольше весь пена. Замечательно. Здесь все пока что более или менее хорошо. Вот у нас вышел еще снизу. Рабочий. Три базы мы сейчас быстро накопим нужное нам количество всего. Так же. Где ты маленькая пробочка? Спасибо. Мне нужно, чтобы ты. Чтобы ты. Чтобы ты что? Чтобы ты сделал вот эту штучку. И чтобы ты поставила кибернетку. Так же, чтобы у меня начался производиться воздух по-как. Замечательно. По-моему, хорошо. По-моему, пока хорошо. Так, сделкам на всякий случай ножки разработаем. Если мы будем атаковать через сделков. Что я не заметил, видимо, у меня стояло Три пробки просто так. Что у нас здесь по пробкам? В принципе, пока нормально. Ладно. Отходим. Сейчас мы вам прилепим что-нибудь. Поэтому воздух и рулит. Отлично. Я доволен. Тем, что, в принципе, мы увидим. Так. Контроль разума. Все дела. Ладно. А что здесь? Здесь мы можем улучшать попутно это. Попутно это. И попутно урон наземным юнитам. Думаю, будет нормально пока что. Так, здесь мы ничего не подстраивать не будем. В принципе, меня устраивает. То, что мы имеем уже на данный момент. А вот здесь мы подстроим еще пару пилонов. Пилончик. Замечательно. Замечательно. Так. Пару пилонов нам снесли, но пару пилонов мы установили. Ну, как пару. Десяток пилонов мы установили, если честно. Хорошо. Можно ли поставить у нас здесь? Здесь наверху ставить нельзя, к сожалению. Зато можно поставить вот здесь. Даже, знаете, давайте вот здесь. Чтобы контролировать приход наших врагов пилоном. Да, это, конечно, не лучшая идея, но тем не менее. Пилон тоже может вполне себе контролировать приход врагов. Как бы это странно не звучало. Давайте сделаем вот так. Чтобы строилось все это дело. Чтобы строилось хорошо. И через воздух просто постараемся нагнуть нашего врага. Попутно прогуляемся дальше. У нас что-то усовершенствовалось. Замечательно. Великолепно. Мы видим воздух, который на нас нападает. Отводим этот воздух сюда. Мы видим также детектор. И мы посылаем наши войска в бой. Дабы уничтожить всю вот эту гадость. Жалко, конечно. Скорее всего, потеряю один корабль. Но нет. Нет, кстати, не потерял. Что самое смешное, что он свеженький. Как бы то ни было. Ладно. В принципе, я доволен пока что. Более или менее. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно восстановление брони. Для этого мне потребуется, как минимум, вот здесь пилон. Он уже не привнесет мне отряды. То есть, больше 200 лимита я построить все равно не смогу. Но он даст мне возможность восполнять не щиты. Ну, и не сам пилон, конечно же. А то, что я построю рядом с ним. А именно батарею щита. Которая я более или менее пользовался в последней миссии, которая была прошлой. Мне почему-то кажется, что если мы уничтожим не того арта, не забудь все неправильно. Там надо как-нибудь умудриться это сделать правильно. Я думаю, вот столько мне на данный момент хватит. И, кстати, давай иди наверх тогда. Усовершенствование завершено у нас. У нас с вами довольно много авианосцев. Что не может меня лично не радовать. И еще столько же у нас подстраивается. Отлично. Просто, просто сказочно. Просто сказочно. Давайте мы найдем самых косвенных из вас. Это было сложно попасть, если честно. Что ж, давайте глянем, какие у нас усовершенства не завершены. У нас нет брони. Щиты у нас на полную. Насколько я могу судить. Поэтому качаем наземных юнитов на случай, если мы решимся атаковать через них. Это моя работа. Это моя работа. Это моя работа. Это моя работа. Так, атакуем быстро. Его воздух. Добавил он, так сказать, не успел атаковать нас. Продолжаем атаку его воздуха. Надо как можно быстрее уничтожать Нашего врага. Естественно, здесь будет тонны воздуха. Ах, вы ж твари. Ах, вы ж твари. Так. Такая же проблемка. Да ладно. А зато мы, в принципе, сможем восстановить щиты. Тем, по крайней мере, кому это действительно надо. Например, вот ему. К тому еще. У тебя почти полные. Тебе вот надоестные щиты. Отлично. У этого почти полные. Великолепно. Так, давайте сделаем вот так. Замечательно. И будем на вот это место Докидывать нам Зелков. Сами же пока этой авиации Полной прокаченной. Пойдем просто опять-таки на врага. Пойдем по самому краю. На мой взгляд, это я сделал Немножко неправильно. Вот у нас появился еще один Дружочек. Так что, почему бы нет? Почему бы нет? Просто ставим на атаку. Это моя работа. Полезно. Дорка. Все. Сынчик. Полезно. Все. Полезно. Отлично. Это моя работа. все просто замечательно у нас пришел еще один друг великолепно тут и про доски воздуха это сила на местами конечно у нее есть слабости но а в основном в основном это все-таки сила думал что я так легко разберусь а ты только как видите у нас есть некоторые проблемы я думаю что мы сейчас их решим так давайте оставим здесь буквально на парочку секунд учая не сами справляются со всеми проблемами я думаю не справится продолжим подстройку нашего воздуха отлично замечательно на мой взгляд это самый простой и эффективный вариант то есть использовать именно все-таки воздух которые просто таки на отлично справляются любыми неприятностями которые нас могут ждать но если добьем уж тут тогда все нет и не улетишь от нас так просто так ну чтож давайте нападаем дальше нападаем дальше мои дорогие друзья еще один авианосец прибыл еще один сейчас прибудет плюсовая носа в том что мы можем как можно много как можно больше убивать всякой гадости я не думаю что слияние поможет тебе как и кому бы то ни было в принципе отлично не устаю повторять что мне это все очень нравится как-то так как-то так дорогие друзья давайте прокатимся немножко вперед где-то я слышал маленькую гадость думаю та скорость которой мы идем разрушаем здесь все и вся просто великолепно нам написали что у нас максимальная армия которой можем позволить себе здесь это называется предел уничтожаем ну собственно вот он все кончено джудикатор сдавайся со своими оставшимися войсками и присоединяйся к нам в борьбе с зергами я лучше умру темный чем брошу тени на айур присоединяясь к вам те из вас кто еще помнят айур никогда не будут иметь дел с этой кэрриган и ее гнусными выводками алдарис будь справедлив кэрриган изменилась не заставляй нас убивать тебя нельзя быть настолько наивно пока вы искали кристаллы я узнал что матриарх кое-что скрывало этого у нас нет времени на это что ты сделал я только разобралась с вашим бесплатником протос ужасное сознание это дело протосов ты не имела права вмешиваться убирайся из этого мира ты здесь больше не нужна отлично я сделала то что должна вам я обеспечила разрушение отсутствия использовала для вас веселитесь могущественной протос и скоро увидимся очень скоро вот такая вот у нас хитрая кэрриган хитро попа я бы даже сказал ну да ладно что я могу сказать на этом миссия закончилась всем спасибо за просмотр и пока пока пока